Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А кому сегодня достается моя книга «Научные принципы похудения»? Каждую неделю мы дарим ее зрителю, задавшему нам через соцсети самый интересный вопрос про еду. Татьяна Чудинова из Москвы спрашивает. Правда ли, что сухие дрожжи опасны для здоровья? Пишут, что они даже вызывают рак? Дрожжи-убийцы. Так в интернете называют эти грибки, которые широко применяются в выпечке. Они выделяют углекислый газ в виде крошечных пузырьков, и тесто становится пышным. Слухи гласят, что дрожжи не просто любят тепло, но и выживают при рекордных температурах, до 500 градусов, а потом проникают в наш организм и устраивают там диверсии, они же родственники плесени. Например, угнетают полезную микрофлору кишечника. Поддавшись страху, многие начинают как в старину использовать вместо дрожжей закваски. Такие изделия есть и в магазинах, стоят, как правило, дороже обычных. Причем дрожжи там на самом деле тоже есть. Просто другие, так называемые дикие, они живут в симбиозе с молочнокислыми бактериями. И главное, никакой разницы с обычными пекарскими дрожжами с пищевой точки зрения у них нет. Они точно такие же одноклеточные грибы, которые гибнут при температуре выше всего 50 градусов. Готовые дрожжевые клетки погибают при выпечке хлеба. То есть в готовом выпеченном хлебе живых дрожжей нет, потому что 100 градусов температура в центре мякиша более чем достаточна для того, чтобы они все погибли. Мы все-таки решили это проверить и отдали в лабораторию несколько видов хлеба, дрожжевого и бездрожжевого. Живых организмов не нашли ни в одном образце, так что бояться точно не стоит. К тому же пекарские дрожжи синтезируют и полезные вещества, например, витамины группы В. Они образуются в тесте при брожении и сохраняются в выпеченном хлебе. Так что про бездрожжевой хлеб нельзя сказать, что он полезнее дрожжевого. Это просто неправда.